Всех приветствует канал Компьютерной Академии наш новый партнер сайт gagaji.com В сегодняшнем видео мощный обзор Panasonic RP-HTX90 Эффектные ретро-наушники с шумоподавлением. Итак, поехали! Итак, представляем Panasonic RP-HTX90 Это закрытые беспроводные наушники со встроенным микрофоном, функциями активного шумоподавления и усиления низких частот Они позиционируются как беспроводные наушники для улицы, хотя не запрещено пользоваться ими и дома, и также в офисе, транспорте и других местах Итак, чем же они интересны? Они интересны крутым ретро-дизайном И тем, что при внешней олдскульности наушники вполне современны, функциональны и хорошо звучат Хотя мы это еще и проверим Итак, давайте посмотрим, что в коробке В комплекте с наушниками прилагается два кабеля, microUSB и аудио, а также печатная инструкция Жаль, что такую красоту не упаковали в фирменный чехол, мешок или другой защитно-транспортировочный аксессуар Кабель microUSB коротенький 50 см, аудиокабель миниджек на миниджек по длине 120 см Кроме того, он серый, в тон нашей версии наушников Один из разъемов аудиокабеля повернут на под углом 90 градусов В некоторых случаях это бывает удобно при подключении к смартфону или другой технике Итак, давайте разберемся, как они выглядят и как управляются Panasonic RP-HTX90 выглядит великолепно Конечно, одним нравится футуристичный дизайн, другим стиль милитари, а третьим подаваемых авиамшуры и кошачьи ушки сверху Эстетика индивидуальна Но к хорошему звуку уже прилип шуточный эпитет – теплый ламповый Поэтому звуковая аппаратура, внешний вид которой отсылает к прошедшим десятилетиям, воспринимается особенным образом Если разложить общий эффект на составляющие, то в рецепте непримерно будут присутствовать металл, матовый пластик и кожа, спокойная, искусственная, с аккуратной строчкой Эта модель выпускается в трех цветовых вариантах – черном, синим и белом, который на самом деле серый Нам попался как раз тот бело-серый экземпляр, и он выглядит очень интересно Конструкция состоит из оголовья с металлическими полозьями, по которым ездят чаши наушников Соединенные с оголовьем проводами в тканевой оплетке Ездят они, разумеется, для регулировки, а не просто так, причем ездят плавно и бесшумно, фиксируются хорошо Кнопок управления довольно-таки много, и все они собраны на правом ухе Тут ползунок переключателя режима активного шумоподавления, HEP Блок кнопок включения и регулировки громкости И отдельная кнопка для включения режима усиления низких частот Она выделена небольшим выступом, различимым на ощупь Тут же кнопка включения, разъем microUSB и отверстие микрофона На левом наушнике только отверстие для подключения аудиокабеля Переключатель HEP легко распознать тактильно Кроме того, он, как это часто бывает в наушниках, снабжен светодиодом Зеленый цвет светодиода говорит о включенном режиме HEP Сам светодиод небольшой и выглядит не слишком вызывающе Есть еще второй светящийся индикатор Этот говорит о статусе устройства Мигает синим при работе Bluetooth Синий-красный в режиме обнаружения И горит красным во время зарядки Все кнопки пластиковые Нажимаются с заметным щелчком Ход небольшой Впечатление немного портит люфт И вызвано им слегка неровное расположение кнопок Можно было бы уделить кнопкам такое же внимание, как и другим мелочам Ну а теперь самое главное, как они работают Ну как они работают Подключил и работают Зажимаем кнопку включения Ждем красной-синей индикации светодиода статуса После чего выбираем устройство в списке доступных на смартфоне или компьютере Альтернативный вариант аудиокабель Тут все проще Разумеется, при подключении по аудиокабеле наушники работают даже с разряженными аккумуляторами Но нет зарядки, нет активного шумоподавления Физику не проведешь При включении, выключении и подсоединении к источнику звука женский голос по-английски сообщает о происходящем Причем при включении наушники докладывают о состоянии заряда аккумулятора, например, battery height Обилие управляющих кнопок не позволяет запутаться в них из-за именно удачной компоновки Хотя некоторая сноровка потребуется В блоке из трех кнопок центрально отвечает за ответ, находящий вызов и play-pause Кнопки по бокам от нее регулируют громкость А двухсекундное удержание каждой из них позволяет перейти к предыдущему или следующему треку соответственно RP-HTX-90 сидят на голове хорошо Не утомляют, не спадают Их масса сравнительно невелика Прилегание чаши к голове оптимально по силе, чтобы одновременно обеспечить хорошую звукоизоляцию и не передавить Наполнитель Ampshur мягкий, но без эффекта памяти Если прижать наушники к ушам, а потом отпустить, ощущение вакуума не возникает Вернемся к работе Прежде всего нас интересует механизм активного шумоподавления Как обычно, он несколько меняет характер звучания, пресекая прежде всего низкочастотную составляющую внешнего шума Прослушивание музыки в метро и других шумных местах становится гораздо более комфортным Особенно если музыка спокойная и играет на невысоком уровне громкости Человеческая речь приглушается характерным для АШП образом И заглушается полностью по мере увеличения громкости В целом, реализацию АШП в Panasonic RP-HTX90 можно отнести к категории деликатных Старающихся не подавлять окружающую действительность радикальным способом Тем более, что закрытая конструкция сама по себе выполняет половину работы по устранению шума Данные наушники поддерживают технологию Multipoint Их можно подключать одновременно к двум устройствам Например, слушая в наушниках музыку с ноутбука, но наушники одновременно подключены и к смартфону Когда мне поступает входящий звонок, я могу, не снимая наушников, ответить на него Музыка на ноутбуке будет стоять на паузе до тех пор, пока разговор не будет окончен Хотя качество связи при разговоре в таком режиме может немножко ухудшиться Кстати, да, мы все время говорим о наушниках, но RP-HTX90 это еще и полноценная гарнитура С этим заданием она тоже справляется неплохо С учетом наличия HEP можно рекомендовать эту модель операторам хипстерских колл-центров, заседающих в винтажных лофтах Если такие бывают Ну а теперь давайте разберемся с автономностью Итак, складывается впечатление, что 24-часовая автономность стала неким стандартом для беспроводных наушников По понятным причинам, точное изменение этого параметра в реальной жизни затруднительно Но похоже, что спецификации не врут И RP-HTX90 действительно могут проработать сутки в режиме воспроизведения По крайней мере, их легко хватает на неделю работы при условии 2-3 часа, например, ежедневного использования Инструкция утверждает, что на полную зарядку требуется 4 часа Но похоже, что реально это происходит немножко побыстрее Ну а теперь самое главное, как они звучат Итак, звучание Panasonic RP-HTX90 на первый взгляд мало чем отличается от звука большинства аналогов в этом ценовом сегменте К решению неоднозначной ситуации с недостатком или избытком низких частот тут подошли просто элегантно Внедрив отдельную аппаратную кнопку для включения и выключения дополнительных басов Но работает она только в режиме Bluetooth Низких частот такой режим действительно прибавляет, хотя на их недостаток я бы и без этого не жаловался При проводном подключении довольно спокойная звуковая картина становится заметно ярче, детальнее и эмоциональнее Басов становится еще больше, но детализация средних и особенно высоких частот при этом не страдает В общем, приятная картина, но кому-то может захотеться поиграться с эквалайзером для подстройки звука под свой вкус Ну а теперь по окончании нашего видоса давайте подведем общий итог Итак, наушники Panasonic RP-HTX90 – приятные наушники с ретро-привкусом Тут сочетается простая и надежная конструкция, ненавязчивое активное шумоподавление, хорошая автономность и яркий звук Однако при цене порядка 4000 гривен, умножаем на 2, получаем примерную российскую цену У них множество конкурентов, предлагающих современные фишки разной степени полезности От игрушечного NFC до более практичного и полезного APTX В то же время разные производители время от времени играют в старину и выпускают наушники более или менее ностальгического дизайна С точки зрения внешнего вида, мне сразу вспомнились уже упомянутые выше авиаторы и более суровые косцы Кроме того, можно найти что-то интересное в линейке брендов Marshall и AKG и ряда других Но не забываем, что RP-HTX90 – это не просто наушники, это беспроводная гарнитура с HMP И в этой нише с ретро-стилем выбирать особо не из чего Так что делаем выводы Итак, давайте по окончании нашего видоса назовем три важные причины купить Panasonic RP-HTX90 Первое – эффектный внешний вид в ретро-стиле Второе – яркий звук с возможностью усиления низких частот Ну и третье – это качественная шумоизоляция и активное шумоподавление Ну а теперь две секретные причины, чтобы не брать этот аппарат Первое – это поставка без чехла и футляра в комплекте Ну это не так уже и обидно Ну и отсутствие кодека APTX интерфейсов USB Type-C и NFC Кому-то это важно Но на нашем канале все-таки выбор есть КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ